всем привет в данном видео я покажу как используя возможность интерфейса amazon можно последить за нашими конкурентами и определить какое количество товаров ежедневно они продают я покажу на примере ниши спортивных наколенников здесь я выбрал несколько интересных скажем так показательных примеров на базе которых мы с вами и потренируемся данный метод основан на том что amazon позволяет за одну покупку купить не более 999 штук соответственно попробовав купить если товара в наличии меньше чем 999 штук amazon вам скажет что данного товара меньше и покажет нам остаток соответственно мы сможем сделать выводы об остатках у наших конкурентов перейдем к первому нашему продавцу как мы видим здесь данный продавец один продает этот товар он представлен в одно только вариации соответственно мы можем отследить данный товар добавляем данный товар в корзину переходим в корзину и теперь нам нужно изменить количество на 999 штук выбираем 10 плюс и ставим 999 штук обновляем нам показывает amazon что данный продавец имеет только 689 штук соответственно мы записываем эти показатели себе в excel и завтра мы зайдем опять же к этому продавцу и опять посмотрим какое количество уже у него осталось делать это нужно примерно в одно и то же время чтобы показатели были более объективные на протяжении нескольких дней тогда у вас в принципе вырисуется точная картина сколько данный продавец продает в день товара удаляем его из корзины переходим к следующему продавцу здесь ситуация какова здесь мы видим что товар в одной вариации представлен но здесь нужно обратить внимание что 15 продавцов продает данный товар чтобы нам оценить продажи конкретного продавца нам нужно смотреть именно по конкретному продавцу например вот мы хотим последить за вот этим продавцом соответственно мы добавляем товар в корзину переходим в корзину и выставляем 999 штук обновляем то есть как мы видим amazon дал нам возможность добавить все 999 штук то есть какой мы можем сделать вывод что у данного продавца на складе больше тысячи единиц данной позиции к сожалению при такой ситуации как бы мы не можем доподлинно определить сколько данный продавец будет продавать товара ежедневно как бы это исключение но как минимум мы можем посмотреть что данный продавец имеет большой остаток на складе если он уже давно продает и в принципе достаточно неплохо у него неплохие показатели BSR это говорит о том что он неспроста держит такой остаток на складе как минимум он большое количество ежедневно продает переходим к следующему так удаляем из корзины этот товар переходим к следующему продавцу здесь ситуация какова здесь мы видим что данной позиции существует несколько вариаций то есть цвет черный но есть вариации по размеру например мы хотим отследить сколько он продает маленького размера значит мы выбираем маленький размер смотрим что один продавец продает в маленьком размере и в цвете черный добавляем данный товар в корзину переходим в корзину выбираем количество 999 штук вот здесь мы видим что данный продавец установил лимит две штуки на одного покупателя дальнейшем мы расскажем почему ставятся такого рода лимиты как бы но на данный момент мы не можем также оценить количество продаж по данному конкуренту ввиду того что каждый день нам будет выдавать что по данному продавцу есть лимит на количество покупок одним покупателем удаляем данный товар из корзины переходим к следующему продавцу то есть здесь опять же ситуация такова что здесь несколько вариаций выбираем вариацию по размеру например средний размер мы видим что здесь два продавца видим что amazon продает значит мы хотим оценить сколько вот этот продавец продает данного товара значит мы добавляем товар в корзину переходим в корзину добавляем 999 штук смотрим что данный продавец имеет 530 штук данного товара в наличии то есть таким образом мы тоже можем завтра пройти опять же этого же продавца эту же вариацию посмотреть сколько этой вариации в наличии у данного продавца и таким образом мы можем оценить сколько примерно продается тем либо иным продавцом товаров ежедневно какие бывают ситуации бывают ситуации когда товара на складе больше тысячи понятно в таких ситуациях мы не можем точно посмотреть сколько товаров продается бывают ситуации когда товаров на товары установлен лимит на покупку тогда мы тоже к сожалению не можем посмотреть сколько конкретно товара продается тем либо иным продавцом но все мы знаем о том, что есть показатель BSR, Best Seller Rank. Это показатель рейтинга в той либо иной категории. Что нам данный рейтинг говорит? Данный рейтинг нам говорит, что данный продавец имеет 1487 позицию среди всех продавцов в категории спорт и outdoors. Чем нам это может помочь? То есть, если мы не можем отследить одного конкурента по продажам, ну, ввиду того, что есть какие-то ограничения, например, товар только приехал на склад, тоже бывает такая ситуация, и он оприходуется. Мы заходим в остатки, смотрим, сегодня в остатке, например, 100 штук, а завтра мы смотрим в остатке, например, стало 900 штук. То есть, понятно, что товар просто оприходуется. Нам нужно несколько дней подождать, пока Amazon полностью оприходует товар, и потом, если данный продавец удовлетворяет всем нашим условиям, то есть товар меньше 1000 в стоке, не установлен лимит на единицу, тогда мы можем, в принципе, отследить его. Поэтому, если мы руководствуемся вот этим показателем BSR, мы можем найти товар, у которого нет вот этих вышеназванных ограничений, той же самой категории, нам не принципиально. Для того, чтобы занять вот эту вот позицию, нужно продавать наравне с этим продавцом. Не важно, на коленнике мы будем продавать, либо какой-то другой товар из категории Sport Outdoor. Соответственно, мы можем по любому товару из категории Sport Outdoor, мы можем зайти и проследить продажи. Важно видеть, что BSR похоже. То есть, если здесь, например, BSR Sport Outdoor 209 и 191, то есть продажи этого и этого продавца примерно будут одинаковые, возможно, даже с точностью до одной штуки. Таким образом, мы косвенно через других продавцов можем понять, сколько продает тот либо иной продавец. Этот метод будет наиболее точным, ввиду того, что он основан именно на реальных остатках склада. Всем спасибо за внимание.